Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Первый день уже победа представительницы нашей сборной о старте международных соревнований. Онкобальных региона не будут лечить в клиниках федеральных центров. Почему и для всех ли действует этот запрет? Портрет капитана полиции, погибшего 6 лет назад, появится на здании ГИБДД. Кто и почему его создает масштабное граффити? Начнем выпуск, бесспорно, с главного события этой недели. Этот день настал. В Барнауле стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. И сразу победа для нашей сборной. Байдарочница Наталья Подольская вышла в финал олимпийской квалификации на дистанции. Россиянка оказалась быстрее спортсменов из Болгарии, Швеции, Эквадора, Колумбии и США. На первом дне международных соревнований побывал Дмитрий Дроздов и ему слово. По-настоящему историческое событие прямо сейчас и прямо сегодня стартовало в Барнауле столица Алтайского края второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В турнире принимает участие больше 400 спортсменов из 59 стран. Это и чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр и, конечно, победители Олимпийских игр. Сегодня и завтра зрители ждут очень много заездов. Только сегодня было 29 заездов. И они, конечно, основную борьбу ведут на 6 квалификационных путевок на Олимпийские игры в Токио. То есть сегодня и завтра зрителей ждет по-настоящему Олимпийская программа. Несмотря на холодную, прохладную такую погоду, ветер, может быть, еще чуть-чуть так морозит дождь. И несмотря, конечно, на рабочий день, четверг, зрителей собрало очень-очень много. Видим, что трибуны почти заполнены. Процента так на 40. Но зрители все подтягиваются. Для зрителей сегодня приготовлена и программа, когда между заездов есть небольшая пауза. Играет музыка, выступают и танцевальные коллективы. Чтобы добраться зрителям очень просто, либо на автобусе, либо на специальной электричке. Стоит отметить, что на своей машине ехать не стоит, потому что до станции Присягина машина остановит и уже не проехать. Стоялись на высшем уровне. Несмотря на то, что сегодня у нас собралось очень много стран, есть и ковидные ограничения. Как видим, я сейчас нахожусь в маске, без этого никуда. И к многим спортсменам нас, к сожалению, тоже не подпускают. Но мы будем как-то искать варианты, чтобы пообщаться с нашими иностранными гостями. Это заряжает, это помогает. У нас на первом месте сейчас цитирует Цезарь Заквадора. Это гордость жителей Алтайского края за то, что наконец-то у нас проходит такого уровня мероприятие. Это первое спортивное. Наверняка и другие отрасли будут проводить. Ну и спортивные будут традиции, хорошие традиции. Конечно, будем крутить историю этого вида спорта. И этот пример должен стать правильным примером для других видов спорта. Уже завтра, 21 мая, зрителям в 12.50 ждет официальное открытие данного турнира, второго этапа. Это практически рекорд, много, много стран, приехали, вы можете достать 50 тысяч стран. Это тяжелое время, когда путешествовать, ждать. Очень трудно. Через полгода в России начнут действовать новые правила лечения взрослых онкобальных. С января 2022 оказывать им помощь будут, но с подавляющим большинством в родном регионе. Но пациенты уже расценивают это как запрет на лечение в столичных центрах, куда, собственно, и стремится большинство больных. Так ли это узнавала наша съемочная группа? Лечение преимущественно в родном регионе. Новые правила вступят в силу с января 2022. Еще полгода, а для некоторых пациентов безысходность уже наступает. У ребенка Светланы, автора поста, злокачественное заболевание лимфоидной ткани. До совершеннолетия лечили онкогематологи в детской больнице. После 18 лет пациента определили в надежду. Правда, говорит мама, нужных специалистов там нет. Лечить по протоколу врачи не решились, и женщина сама добилась места в Московском институте радиологии. Отдам ребенку сначала вырезали опухоль в ноге, которую на Алтае зафиксировали еще полгода назад. Ей никто не занимался, потому что мне просто говорили, что это не их патология. Это не их патология, и когда вы лечитесь, потом куда-нибудь обратитесь. Возавчера мы пережили такую довольно непростую, сложную очень операцию, которую проводили три одновременно лучших хирурга наших по ортопедии. Заняла операция 4 часа. Нам заменили верхнюю часть бедренной кости вместе с головкой дозобедренного сустава на эндопротез. Ольга Гога много лет курирует лечение онкобольных детей, но поддерживает связи со взрослыми пациентами. Есть такие процедуры, которые не делаются, допустим, на нашем регионе, я имею в виду в Алтайском крае, поэтому наши дети летят в Санкт-Петербург, делают позиотронно-эмиссионную терапию. Это может быть Москва, потому что есть разные клиники, и они это геймгольца, это когда глаза и так далее. То есть у нас этого нет. Возможно, чтобы оно появилось, здесь на местах и создан закон. В нем, утверждают авторы, изменена сама маршрутизация, чтобы лечить пациентов преимущественно в самом регионе. Начнет действовать он с января, и за это время край должен подготовиться. Когда я была на заседании Министерства труда и социального развития и задала такой вопрос по созданию маленьких федеральных центров типа Димы Рогачева, мне замминистра ответила, мы построили вам федеральный центр травматологии и ортопедии огромный, вы хотя бы заполните его, оправдайте эти деньги. Поэтому нужно вначале, извините меня, заложить деньги, просчитать, опробовать, а потом уже выносить это на принятие каких-то законов. Сейчас на учете в крае стоит 70 тысяч взрослых онкобальных, огромная армия пациентов. И в региональном Минздраве заверяют, что все правила лечения уже прописаны. Ни один из онкологических диспансеров, действующих на территории Алтайского края, не будет выведен из этой схемы. Новый порядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации врача. Государственные или коммерческие клиники, участвующие в территориальной программе ОМС, имеющей лицензию по профилю онкология, смогут также на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи населению. Возможность лечения в федеральных центрах тоже сохранится, говорится в ответе. Но, уверена Светлана, не для всех нужно будет убедить в этом комиссию. Оттуда стремятся за качеством лечения. Так в институте радиологии женщине сказали следующее. Мне сказали так, что 30% диагнозов не подтверждаются и опровергаются либо другим диагнозом, либо вообще отсутствием онкологии. 30%. Вы понимаете, какая это цифра? От такого спроса Москва перегружена. Это считают одной из причин нового закона. Другая, чтобы сохранить деньги в регионах. Ведь сейчас Край оплачивает каждую квоту из бюджета. Для сравнения, один курс лучевой для ребенка Светланы обходится регионов 600 тысяч рублей. Возможно, будет оно доступно и дальше. По словам главного онколога России Андрея Каприна, в приоритете для федеральной помощи останутся лучевые терапии, сложная хирургия. Если у вас есть деньги на лечение, то отбор вам проходить не придется. Но у многих есть миллионы. Да и онкоцентрам нужно бороться за жизнь, а не за количество пациентов. В нашу редакцию обратились зрители с просьбой разобраться. На трассе в Новосибирск на обочине стоят два огромных грузовика и на них какая-то якобы странная техника. Наша съемочная группа по пути в командировку тоже встретила эти подозрительные машины. Мы с вами находимся на трассе в Барнаул-Новосибирск, 80 километров от столицы Алтайского края. Здесь водители, которые проезжают мимо данный отрезок дороги, уже несколько дней задаются вопросом, что это за техника, которая перевозит пока что непонятно что. Но потом, как выяснилось, данные грузовые машины перевозят карьерный самосвал, саморазгружающийся грузовой автомобиль с прокидываемщиком кузовом, обладающим высокой грузоподъемностью и повышенной проходимостью. Эти машины предназначены для транспортировки насыпных и навальных грузов на открытых разработках полезных ископаемых, то есть для карьеров. Грузоподъемность, только слушайтесь, от 345 тонн. Позже удалось еще выяснить, что они принадлежат одной из компаний, которая находится в Новокузнецке. Она занимается бурением скважин и в том числе экскавацией и транспортированием, для чего и нужны, собственно говоря, подобные самосвалы. Нам удалось созвониться с этой компанией и они от комментариев отказались, уточнив, что это обычные рабочие моменты, такой длительный способ перевозки карьерного самосвала. Я думаю, здесь они отправляются на очередную работу в Новокузнецк, либо на Кузбасс, где и есть карьеры. Поэтому поводов для беспокойства нет, но только приглядитесь, какие размеры по-настоящему большой и настоящий карьерный самосвал. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня в районе Белоярска произошла страшная авария с участием кареты скорой помощи. В результате ДТП погиб молодой фельдшер. Улетела. Скорая при чем? Ну, скорая помощь. А вот он еще один стоит. О, у него там все подушки сработали, какие только могли. Предварительно установлено, что авария произошла около пяти утра. Водитель, 84-го года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, врезался в машину скорой помощи, которая двигалась в попутном направлении. В итоге скорую отбросила в кювет, автомобиль перевернулся. Фельдшер, 88-го года рождения, скончался на месте до приезда врачей. Водителя и медсестру, которые также находились в машине, госпитализировали в первую городскую больницу. Как сообщает в Краевом Минздраве, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Добавим, что медики работают на станции скорой медицинской помощи Барнаула, и в тот роковой час они возвращались с вызова. Не дают вывозить мусор, выгоняют дворников и не отдают ключи от подвала, жалуются жители спального района Барнаула. Дело в том, что их прежняя обслуживающая организация развернула целую военную компанию после того, как жильцы отказались от ее услуг. Однако старая УК считает переворот незаконным. На чьей стороне правды выясняла Валентина Скерова. Управляющая компания «Атлант» выкатывает банки для вывоза мусора, а ДКХ препятствует этому и закатывает баки обратно. Такой аттракцион с мусорными баками на «Сиреневой-22» практически ежедневно с мая этого года жильцы дома отказались от услуг управляющей компанией ДКХ. Провели собрание и переизбрали новую УК, а выбрали «Атлант». Переворот произошел не без причин, рассказывают люди. А еще гнилые трубы в подвале. Дом, которому всего 8 лет рассыпается. На глазах у жильцов не было выбора, как обратиться в другую обслуживающую компанию. Но зайти на дом новый УК старая не дает, жалуются представители «Атланта». Ну вот, к примеру, вчера мы предоставили информацию для жителей по показаниям, по информации управляющей компании и уже все снято. Не разместить информацию, не зайти в щитовую. Подвал УК ДКХ не отдает ключи от технических помещений. Как заходить? Как-то так. Сквозь стену, наверное. Прежняя компания также не дает вывозить мусор чаще трех раз в неделю. Мусор складируется возле подъезда. Все это сопровождается уже скоплением мух. Мы тут задыхаемся от мусора, от мух и от всего остального. Потому как изначально у них, во-первых, из-за отсутствия средств мусор вывозится три раза в неделю. Новая компания у них шесть раз в неделю. Поэтому, в принципе, как и по закону, должно быть шесть раз в неделю. Но они не пускают мусоровозы. Прежняя УК базируется в этом же доме, на Сиреневой, 22. Сотрудников компании в момент нашего визита на месте не оказалось. В телефонном разговоре технический директор нам пояснил, что ДКХ свою работу продолжает, так как протокол о переизбрании новой УК подделан. Дело в том, что управляющей компанией «Атлант» было проведено голосование. И они предоставили в жилищную инспекцию протокол, который жители считают нелегитимным. Потому что там очень много фактов о подделке бюллетеней голосования. Получился резонанс. Люди начали жаловаться, говорить, как так, наши подписи подделали. Где-то прям даже номер квартиры, даже фамилии подделаны. То есть, допустим, Быкова, Баранова. В старше по дому обратилась в суд. Тот вынес определение. На момент судебных разбирательств оставить дом на балансе ДКХ. Однако, как поясняет технический директор, жилинспекция не принимает этот факт во внимание. Люди, как между двух огней, на момент судебной тяжбы боятся, что плату за коммунальные услуги с них начнут требовать обе управляющие компании. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. А сейчас еще немного о спорте. Турнир по борьбе памяти Рафии Исраиляна стартует на базе школы Олимпийского резерва 21 мая. Соревнования пройдут уже в пятый раз и будут длиться два дня. Участие в них примут более 120 спортсменов со всей России. Сам Исраиляна давал предпочтение именно этому виду борьбы. За его плечами был титул мастера спорта, а друзья по ковру называли Рафии лидером в их борцовском братстве. Тренер погибшего полицейского до сих пор помнит его силу и стремление к победе. Как говорят организаторы, с помощью турнира они хотят почтить память о своем товарище. Тут, наверное, история не про спортивные достижения, а история про человечность. У него было очень много друзей, родственников, людей, которым он помогал. И когда произошло это событие, просто все воплотились и решили, что мы будем делать этот турнир. Для спортсменов эти соревнования тоже не просто способ показать свою силу. Практически все они знакомы с историей Рафии Исраиляна и завтра выйдут на ковер, чтобы почтить его память. Барнаульский художник потратил более 100 литров краски и несколько дней работы, чтобы почтить память погибшего полицейского. Портрет Рафии Исраиляна появляется на стене здания ГИБДД на 10-й Западной. Напомним, капитан полиции разбился 6 лет назад в погоне за нарушителем о том, как идет работа над муралом в сюжете Артема Гусельникова. Он начал рисовать на бумаге, потом перешел на человеческую кожу, делал татуировки, но уже более 15 лет занимается аэрографией. Как правило, Гоша рисует в помещениях на заказ или расписывает машины. И, как говорит художник, не стоит путать настоящее искусство с нелегальными уличными граффити. Гоша чаще это какое-то нечто непонятное. Рисуют для себя, для какой-то своей культуры, для людей, для основного зрителя, это горожане. Как бы там нет никакой мысли, никому ничего не ясно. И, как правило, это сделано все очень погано. Главный источник вдохновения для Гоши – сама работа. Он часто рисует вместе с другими художниками и в такие моменты, признается, получает не только удовольствие, но и совершенно новый опыт. Его арт-объекты можно было увидеть в Москве, Екатеринбурге, Сочи и других городах России. А теперь мурал – огромный портрет на уличной стене – появится и в Барнауле. В общем, меня попросили эту стену сделать. Человек погиб на работе. Плюс он там спортсмен. Он здесь же работал, в этом доме. Я считаю, это правильно, чтобы люди видели и знали. Этот человек – Рафи Исраэлян. Мастер спорта по греко-римской борьбе и капитан полиции. Он погиб 6 лет назад. Тогда нетрезвый водитель проигнорировал требования экипажа ДПС об остановке, завязалась погоня и в результате столкновения машина Исраэляна вылетела в кювет. Там он врезался в рекламный щит. Полицейский скончался в больнице. Тот же ГАИ – это не просто разное у людей мнение. Бывает и так. А он пожертвовал собой, защищая безопасность движения. Работа над портретом идет уже 4 дня. Израсходовано более 100 литров краски. Здесь разные способы нанесения. Аэрограф, краскопульт и баллончики. Чтобы закончить рисунок на здании полиции на 10-й западной, художнику понадобится еще несколько дней. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Совершение вновь главной темы дня. Улица Молотобольская стала центром для празднования Дней Кубка мира по гребле в Барнауле. Жителей и гостей края ждет насыщенная программа от фильмов «Под открытым небом» до сдачи норм ГТО. Наша съемочная группа узнавала, как проходит первый день международных соревнований вдали от Грибного канала. Улицу Молотобольскую принято было называть торговым центром Барнаула. Вне международных соревнований здесь вновь работает ярмарка в Экастиле, где продают алтайские продукты и сувениры. Пока на Грибном канале идут свои соревнования, пешеходы на Молотобольске устроили свои. Здесь упражнение, а на кипец. Барнаул – спортивный город. Под таким лозунгом проходит празднование первого дня Кубка мира. Поэтому сегодня большое внимание уделено нормам ГТО. Результаты судьи заносят в протокол, а самые быстрые и сильные могут рассчитывать на заветный значок. Несколько видов. Подтягивания, сгибание-сгибание рук упори, лежа, гиря. Каждый день, помимо развлекательной программы, у нас также подготовлена музыкальная программа. И вечером, вплоть до 10 часов вечера здесь будут выступать музыканты. Поэтому мы приглашаем как гостей, так и жителей города прийти, отдохнуть, развлечься, послушать музыку. А еще вне турнира пройдут экскурсии по исторической части Барнаула на русском и английском языках. Алтайские туркомпании разработали даже короткие поездки по Алтаю. А вот станет ли после всех этих мероприятий Барнаул не только спортивным, но и туристическим? Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком. Через несколько секунд прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напомню, телефон редакции 205-545. Мы ждем ваших звонков. Спасибо, что остаетесь с нами.